То же самое, что и при массаже кисти, массаже стопы, то, что проводили, все те же самые движения, ноготь и нюансы. Имеется шабара в суставах, помните, да, где идет, и тоже сборный сустав, что там много суставов разговаривается. То есть так тоже довольно часто, особенно при плоскостопии, при нарушении, при подвывках, при варюсных, варюсных изменениях, при настольном суставе тоже бывают подвывки, и тоже достаточно болезненно. То есть начинаете, тоже массаж сделаем, подвигаем, плюсы, плюсы, и пальцы, тоже сгибание, разгибание, каждый палец вместе, все пальчики. Это так классно! В то время, когда идет у нас, фиксируем стопы, и пальцы сгибаем, здесь и коленостопные коленные, это комбинированное движение. Разминаем здесь, и вот это движение, фиксируем коленостопный сустав, фиксируем выше, вернее ниже шабарового сустава, и дегротационное движение. То же самое, потом фиксируем основанием ладони, сгибаем стопы, большими пальцами выше шабарового сустава, и вот это движение. Не в коленостопном суставе, а большими пальцами, а здесь, эти пальцы пройдут за суставы. А основание ладони дает двигаться всей стопы, понятно, да? Можете акцентированно на каждой суставчик, пальцы, можете сразу, так, дальше, по стопе, фиксируете свод стопы, ранную горсть, выруйте пяточные пульси, движение вот это. Да, в этом суставе возможно. Как надколенник? Ну, почти только в другом чуть-чуть направлении, и почувствуете движение. Здесь минимальное тоже движение. Дальше, там тоже, подушевное сгибание, тоже разгибание, особенно при контрактурных изменениях. То есть чаще всего приходится это после перелома, расстановления, делать те же ротационные движения. Суставы, дальше. Сгибание, разгибание в этой плоскости. Обратите внимание, что внутри отъема у нас больше сгибает, чем наружу. Поэтому не старайтесь сильно уже чувствовать ответную реакцию сопротивления. И движение круговое. И то же самое, когда на весу, коленочку открываем, идет натяжение, тракция небольшая, увеличивается суставная щель, но можем дать больше объема движения. Понятно, да? То есть подняли, и те же круговые движения. Различные направления. Потом, для этих суставов, что мы можем добавить, когда у нас неправда повыше, когда носки не прификсируются, и движение. Растяются наружные связки коленостопного сустава, включаются колено, включаются газобетренные суставы, включаются мышцы таза, и полностью все суставы. И это натяжение, движение. То же самое, когда стопа сон, или попеременно, или вместе. И особенно при контрактурных изменениях, когда носок фиксирован на кушинке, пускай-то чуть повыше лежит. Один палец, может, или инстопный сустав для контроля, выдает. И постепенно у нас идет давление. Обычно у нас разгибание полностью отсутствует. В норме разгибания коленостопного сустава, проекция должна прилегать к поверхности кушинке. При контрактурных изменениях, это войдет. То есть у нас получается большой зазор. Постепенно контролируем высоту, чтобы вы сами понимали, есть движение, нет движения, и идет давление. Ну, надо этого добиваться, но не всегда этого получается. И смотрим, когда уже вы достигли полностью прикасания поверхности, то есть уже объем почти разработан. Диагог был, он не достигнет. Понятно, да? Ну, стопу попробуйте, потом давайте коленчат. Да. Спасибо.